Друзья, это кухня по заявкам. Кухня, где я выполняю ваши заявки, которые вы оставляете на сайте телеканала Еда, нажимая на желтую кнопку. Вот один из наших зрителей так и сделал. Нажал на желтую кнопку и прислал следующую заявку. Я большой любитель гаспачо. Есть в интернете очень много версий, но я хочу получить вашу. Так вот, вы сегодня получите, дорогой мой, серьезно и надолго, потому что я вам покажу версию гаспачо, которая зимняя. Знаете, в Испании тоже есть зима. И испанцы там очень мерзнут. У них там градусов 16 тепла. Они замерзают там. А вследствие того, что они замерзают там, у них есть зимняя версия гаспачо, которая не горячая. Все равно она холодная, но она богаче, она обильнее и дает больше калорий, в конце концов, бедным несчастным испанцам. Вот эта версия называется сальморехо. То есть это зимний гаспачо. У него есть собственное название. Я вам сегодня такое и покажу. Но, конечно, с какими-то авторскими ремарками, о чем вы узнаете позже. Пока я быстренько возьму пергамент. У меня вот здесь есть такой кусочек пергамента. Ну, вот такой прямоугольничек. Брошу я на него пару фрагментов такой вот сыровяленой ветчины. И отправлю в духовку на конвекцию градусов на 100. Я должен сделать чипсы, высушить эту ветчину. Это одна из характеристик сальморехо, когда он подается с чипсами из хамона, как вы понимаете. Но почему обязательно хамон? Я могу взять вот такой сыровялый, тоже будет очень хорошо. И в духовку. Она у меня же нагрета до 100 градусов Цельсия. Теперь я начну делать еще один авторский трюк. Это пока будет не сам суп сальморехо, а пока будет авторский трюк. И пока я вам не скажу, что это будет, а просто начну кое-что делать. Я беру сотейник. Я беру сотейник, ставлю его на плиту, немножко растительного масла и бросаю сразу туда немного муки. И пока совершенно непонятно, что это будет. И слава богу, обжарю немножечко муки. Теперь я беру пучок петрушки, друзья мои. Я беру всю петрушку. Вот смотрите, достаточно много петрушки, видите? И теперь ничего с ней не делаю. Она уже вымыта, стебли не убираю, ничего не делаю специального. Вот сейчас немножко уже у меня прогревается мука с маслом. Это мука с маслом. Ну ладно, так уж и быть, я вам сейчас продам, что я сейчас буду делать. Я сейчас буду делать такую зеленую жижу, зеленую жидкость с петрушечным вкусом, которую впоследствии я превращу в зеленый лед. И с этим зеленым льдом я буду подавать красный суп. Представляете, как будет красиво? И по мере растворения этого зеленого льда в красном супе, он, кстати, не будет менять существенно цвет супа, но он будет обогащать супом, суп вкусом, петрушки и кое-чего еще. То есть вот в чем здесь задумка. И будет дополнительно суп охлаждать, потому что все равно он должен быть холодным. Вот маслица у меня, видите, уже шипит с мукой. Я сейчас готовлю кипяток. Вот так. Небольшое здесь будет такое загущение. Эта мука у меня будет таким стабилизатором моей зеленой петрушечной жидкости. Соль. Без соли нельзя. Капельку сахара для баланса вкуса. Друзья, почти суп уже получился. Мука, растительное масло, соль, сахар, вода. О, похлебочка. И теперь туда, смотрите, вот так одним махом петрушку. Видите, она бланшируется. То есть она сейчас уже стала такой мягкой. Она, кстати, приобретает более интенсивный зеленый цвет. И сейчас вот буквально закипание. И все, она бланшировалась. Она стала мягенькой уже. И теперь, смотрите, ее куда. Все содержимое сотейника я перемещаю в стаканный блендер. Аккуратно. Вот так. И теперь еще один компонент. Понимаете, друзья? Повторю, суп зимний. Ну, совершенно не обязательно, конечно, его использовать зимой. Он и для лета хороший. Так вот, он холодный. Но я хочу, чтобы он человека согревал зимой. Если уж готовить его зимой, чем согревать можно? Вот как можно согревать человека, когда еда должна быть холодной? Как она может согревать? А знаете как? Своей остротой. Потому что остринка еды всегда человека разогревает изнутри. Вот вам оправдание того, что холодный суп можно есть и зимой. Да? И для придания остринке я беру острый соус The Chops Bullet Hell. Это реально острый соус от компании Chili Bros. И, кстати говоря, в их интернет-магазине для всех зрителей телеканала «Еда» на весь ассортимент есть скидка 15% по промокоду «Еда ТВ». Я сейчас его добавляю в стаканный блендер. Он густой. Вот так есть. Еще чуточку. И теперь я превращаю содержимое блендера в такую, знаете ли, однородную массу. Ну, эта масса еще не однородна. Там все равно есть частицы, я должен их ликвидировать. Мне нужна абсолютно однородная жидкость. Поэтому я делаю простейшую такую станцию для протирания-процеживания этого, ну, я назову это петрушечного бульона. И сейчас с помощью силиконовой лопатки я протру. Вот у меня получился такой петрушечный бульон ароматный и остренький. Значит, вот я пока оставлю этот бульон для того, чтобы он чуть-чуть и-таки подостыл мне. И теперь я начну собирать само тело супа сальмореху. Ну, главный компонент супа, конечно же, как и в гаспачо, это помидор. Вот у меня овощная группа. Я подготавливаю помидоры. Я буду готовить тоже в этом же самом стаканном блендере. Убираю плодоножки. И для того, чтобы блендер это схватил лучше, я достаточно мелко нарежу помидор. Бессистемно, но мелко. И буду укладывать помидоры вот так вот в стакан. Ну, вы сами понимаете, друзья, что в каждой стране есть какой-то свой холодный суп. Если эта страна, конечно, там не дико холодная. И знаете, что я вам скажу? Так сказать, вот так по правде. Вот так вот, знаете, между нами девочками. Всякий холодный суп – это жидкий салат. Да? Возьмите нашу окровку. Ну, это такой винегрет без свеклы. С мясом, может быть, залитый жидкостью. Вот вам жидкий салат, да? Допустим. Вот это, скажем, гаспачо. Это салат такой, летний огурцы, помидоры, сладкий перец, превращенный в жижу. Тоже жидкий салат. В общем-то, все супы холодные – это жидкий салат. Помидоры. Теперь огурчик. Огурчик тоже пойдет вот так. Неплохо, верно? Теперь хлеб. Сальморехо, как зимний вариант гаспачо, отличается от самого гаспачо тем, что он гуще, сытнее. Поэтому больше в нем хлеба, а он будет у меня такой весьма густой. Я корочки на всякий случай для очистки совести отрежу. Хлеб я вот так вот сломаю. И сейчас пока помещу в чашу блендера. Сладкий перец, естественно. Семечек пару попадет, ничего страшного, они не разобьются, потом я их уберу. Вот так. Ну вот, я теперь других компонентов у меня уже будет очень немного. Смотрите, у меня остается красный лук. Ну, желательно красный, хотя на самом деле он может быть любым. Этот лук уже мытый, я сейчас его прямо вот так вот почищу на доске. Кусочек лука. Он сейчас разобьется. Вот теперь чеснок. Бульк, бульк. Конечно, немного оливкового масла. Конечно, соль. Немного сахарку. И красный винный уксус для придания, для подчеркивания, так сказать, кислинки помидоров. Я потом скорректирую вкус. Сейчас я все это доработаю в блендере. И я люблю, друзья, дать этому супу немножко еще постоять вот так при комнатной температуре, чтобы все вкусы лучше там смешались, прежде чем буду его протирать, потому что маленькие частицы кожицы я не люблю. Так что жду минут 15 и работаю дальше. Встретимся скоро. Друзья, это «Кухня по заявкам», программа, где я выполняю ваши заявки, которые вы оставляете на сайте телеканала «Еда». Сегодня заявка весьма лаконична. Показать свою версию гаспачо. Я сегодня делаю зимнюю версию супа, которая называется сальморехо. Более густой, насыщенный гаспачо, более обильный, более калорийный. К этому времени, друзья, к этому времени у меня более или менее остыл петрушечный бульон. Он остыл. Я сейчас беру диспенсер. Вы сейчас поймете, почему мне важен именно диспенсер сейчас. И в диспенсер налью этот петрушечный бульон. Воронки у меня нет, собственно, и не так уж надо. Вот у меня как раз получился, видите, с маленьким остатком полный диспенсер петрушечного бульона. Я вам уже сегодня обозначал, что я сделаю лед из этого бульона. Следовательно, мне нужно сейчас найти у себя, вот тут у меня есть, пакетики для льда. Вот эта вот горловина этого пакетика, она ведь обычно, допустим, может надеваться там на кран, например, или куда-то еще. И чтобы попасть в горловину, вот для этого мне как раз очень важен диспенсер. Очень удобно работать. Смотрите-ка. Я сейчас вставляю горловину, кончик, носик диспенсера в горловину и начинаю давить. И вот у меня, видите, пакетик начинает наполняться, вот эти ячейки для льда, вот они наполняются моим петрушечным бульоном. Вот, и благодаря конструкции уже пакетика здесь даже образуется, здесь наверху некий блок, который блокирует, да, возможность жидкости вытекать. Вот как раз вот этот вот усредненный диспенсер позволяет мне, видите, почти, вот на этом уровне сейчас у меня остаток, практически один диспенсер на один набор. Сколько здесь ледышек у меня получается? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20 кубиков льда. Но это не кубики, да, это такие полушарики, плоские такие шарики, сжатые. Вот 20, считайте, фрагментов льда у меня есть. Ну и теперь моя задача это заморозить, чтобы был зеленый, острый, вкусный, ароматный лед. Вот в этом заключается фишечка. Поэтому я сейчас отправлюсь к заморозке. У меня морозильный ларь Фростр, друзья. Это австрийский мотор, все остальное российского производства. Широкий модельный ряд, 14 моделей разного объема. Он прекрасно держит мороз, и что очень важно, у него низкое энергопотребление. Приятно, верно? Ну вот я возвращаюсь к супу. Я люблю, чтобы суп был идеально гладкий, поэтому надо не полениться его протереть. Опять же, такая же конструкция, как и для петрушечного бульона. Сито, приемная миска. Ну я должен сказать, что он весьма эффективно протирается. Это совершенно нетрудное занятие. Я бы даже сказал, оно весьма приятное. Вы сейчас увидите, друзья, сколько там остается всего того, что как раз не надо, чтобы оно попадало в наш организм. Это может быть, конечно, не мгновенный процесс. Здесь особенных усилий прилагать не надо. И после протирания я скорректирую вкус. Вот, уже я приближаюсь к результату. Сейчас мы будем видеть, сколько здесь всего останется того, что создает некомфортное ощущение во рту. Вот. Вот. Вот это все семена и кожица. Совершенно некомфортные вещи. Теперь суп идеально гладкий. Посмотрите, какой он густой из-за хлеба. Какой он насыщенный. Ну, в качестве лайфхака смотрите, что, друзья. У моего супа не дико красный цвет, потому что все-таки помидоры и сладкий перец были разбавлены немножко там огурцом. Да? И вообще цвет естественных помидоров не такой уж дико яркий. Поэтому смотрите, что можно сделать. Можно подлить сюда немного томатного сока. Будет суп ярче. Можно подлить сюда, добавить немножко томатного пюре хорошего, какого-нибудь там итальянского. А можно ничего не делать, потому что меня этот цвет вполне устраивает. Ну, понятное дело, суп может отправиться в холодильник для временного хранения. Я пока оставлю его здесь, на комнатной температуре. И вот теперь еще одна задача. Но сначала давайте с вами вот о чем подумаем. Давайте вспомним, ну, например, окрошка. Русский холодный суп. Там помимо овощей ведь что еще есть? Ну, там может быть мясо или рыба, конечно, там копченое, мясо вареное. Там картошка, там огурец, там редиска, да. А что там еще есть для калорийности, для насыщенности? Вспоминаем, там всегда есть яйцо, верно? И вот яйцо – это хорошая добавка для жидких супов. Но оно туда добавляется в естественном виде, в целом. Поэтому сальморехо, зимний гаспачо, тоже предусматривает яйцо вкрутую. Допустим, несколько долек, чтобы лежало в тарелке. Либо половинка яйца. Ну, обычная история, верно? Я сегодня хочу подать сальморехо не с куриными яйцами, а с яйцами перепелинами. Причем с пашотами. Мне так интереснее. И вот я вам сейчас покажу, как сделать много пашотов одновременно. Потому что кажется, что пашот из перепелиного яйца – это такая весьма трудоемкая вещь. Я сейчас возьму сотейник. Вот даже такой, не самый маленький. И начну его нагревать, дам туда кипяточка из моего чайника. Этот кипяточек я сразу присолю. И пусть себе вода у меня закипит. Значит, я сейчас сделаю миску с холодной водой. Мне важно, знаете, чтобы вода была холоднючая. Вы попозже узнаете, почему. Поэтому мне недостаточно, чтобы она была просто холодная. Я туда сейчас положу лед. У меня всегда есть лед. Это называется ледяная вода. И теперь вода закипает. Я ее сейчас присаливаю. Причем присаливаю, друзья, я ее хорошенько. Это нужно для того, чтобы эффективно варить пашот. Теперь, смотрите, будет забавная история сейчас. Я сейчас беру плоскую тарелку. Не смотрите, что она у меня треугольная. Считайте, что она круглая. Просто плоская тарелка. И вот так вот беру перепелиные яйца. И просто вываливаю их вот так вот на тарелку. Я сделаю, допустим, штучек шесть. Одновременно. Видите, они слипаются. Но так и должно быть. Меня это не пугает. Это массовое приготовление пашотов. Вы видите, я же... Понятное дело, что я одновременно сейчас эти пашоты буду готовить. Мне важно только с помощью какого-то процесса, чтобы они у меня уже в воде разделились. И я себя буду вспоминать, ребята, физику. Я старый больной физик. И давайте вспоминать физику, давайте вспоминать такое явление, которое называется центробежная сила. Да? Я сейчас, смотрите, что сделаю. Я сейчас беру в одну руку вот это плоское блюдо, плоскую тарелку с перепелиными яйцами. В другую руку я беру ложку. И начинаю раскручивать воронку в этом сотейнике. Прямо вываливаю яйца, и центробежная сила отбрасывает яйца к стенкам этой посудины. Они за это время фиксируются, и тогда они разделятся. У меня получатся раздельные пашоты. Вот давайте смотреть, что я сейчас не обманываю. А по-настоящему вот это я раскручиваю воронку. И делаю вот так. Соленая вода мне яйца заварит. Здесь небольшое количество хлопьев, конечно, паутинок будет, которые я отделю. И готовые пашоты. А я ведь хочу, друзья, получить так, чтобы у меня был жидкий желток. В этом заключается кайф пашота. И поэтому, чтобы яйца перепелиные не продолжали вариться, я их должен мгновенно остудить, чтобы процесс варки прекратить. Вот почему вода ледяная. Если бы я так делал куриное яйцо, оно большое, и я бы, может быть, так уж за льдом не гнался. А перепелиное яйцо, как вы понимаете, легче переварить, чем куриное. И сейчас уже аккуратненько начинаю перекладывать пашоты. Вот, смотрите. Вот один. Второй. Пашотик вот третий. Четвертый. Вот пятый. И шестое у меня получился такой голенький. Ну, видите, здесь какой-то процент брака может быть. Здесь желточек. Ну, вполне себе нормально. Убираю в сторону и смотрю теперь, как там мои чипсы. Они определенно уже должны быть готовы. Вот, смотрите. Мои чипсята, вот они. Вот они весьма хороши. Сейчас они остынут, станут еще более хрустящими. Теперь, помните, я оставил кусочек огурца? Я возвращаюсь к нему. Пришло время огурца. Я его чищу. И сделаю еще маленький такой огуречный, ну, что ли, хотите тартар, хотите огуречный салатик. Просто кубики. Ну, такой тартарчик я сейчас сделаю. Это как дополнительный такой гарнир. Ну, понимаете, друзья, все то, что лежит в тарелке в супе, называется гарнир. Например, если это борщ, то в борще гарниры это свекла, картошка, там, если она есть капуста. Поэтому у меня гарниром будет сейчас огуречный тартар. У меня будет зеленый лед, на красном это тоже неплохо, но я еще дополнительно дам зеленый огурчик. И я его сдобрю петрушкой той же самой. Если у меня сегодня петрушка будет в виде бульона, то я покажу петрушку еще в более таком натуральном состоянии. Меленько ее нарублю. Вот, это огуречный тартар. Начну подавать. Вот, густой, однородный, гладенький супец. Вот так. Ну, и теперь я достану лед. Ну, вы сами понимаете, что зеленый лед я сделал еще чуточку раньше, потому что этот лед не успел бы у меня замерзнуть. Такой лед в морозильном лоре может лежать вечно. Я достаю. Вот здесь он у меня спрятан. Вот, смотрите. Видите, зеленый лед. И вот так вот я брошу три ледышки. И они будут видны, потому что суп густой. Вот так. Я сейчас положу яйца, и чтобы с ними не попала вода, будет некрасиво, я их вот так вот на салфеточку обсушу их. Три пашота. Я их так уже произвольно положу, чтобы не было никакой такой уж явной, знаете ли, здесь симметрии. Тоже тремя фрагментами положу огуречный тартар. Я вот так сейчас тоже брошу чипсы. У меня здесь, ну, видите, ничего не тонет, потому что суп густой. Я набрасываю чипсы. Ну, и теперь, разве что, с края ложки капнем сюда маслица. Ну, для зимнего супа это хорошо. Вот так. И вот, согласитесь, насыщенный. Здесь есть и яйца, здесь есть, кстати, такое вяленое сушеное мясо. Да, и здесь есть согревающий компонент в виде острого соуса, который есть в зеленых ледышках. Вот такая вот у меня версия гаспачо-сальморехо. Я вам такой суп очень рекомендую. Пожалуйста, пользуйтесь, пожалуйста, включайте его в свой кулинарный репертуар. А я буду за вас очень рад. Всегда ваш, Лазерсон. Субтитры сделал DimaTorzok